Участие в велопробеге это прекрасная возможность укрепить здоровье и подтянуть форму. А так называемый зеленый велопробег это еще и отличный шанс принять активное участие в мероприятиях по озеленению улиц Пинска и всколыхнуть патриотические чувства у молодежи. Участие в велопробеге приняли преподаватели и студенты Полесского госуниверситета, члены городской организации профсоюзов работников государственных и других учреждений, а также сотрудники БПС Сбербанка. В процессе этого мероприятия были остановки велопробега возле памятников с возложением венков. Это был памятник партизанам, стелло-освободителям на улице Ленина, конечно же наш бронекатер, который стал знаменитым в процессе освобождения города Пинска от немецко-фашистских захватчиков, ну и вечный огонь. Зеленый велопробег проводился в Пинске впервые. Его спонсором стал БПС Сбербанк. На средства банка были приобретены вечно зеленые туи, которые участники велопробега высадили возле детской библиотеки. Однако спустя сутки несколько туи уже были похищены. Такой акт вандализма до глубины души возмутил не только организаторов пробега, но и проживающих в районе библиотеки горожан. Участниками нашего велопробега была заложена аллея в честь 70-летия в победе в Великой Отечественной войне. Аллея заложена возле детской библиотеки на улице Бресской и было высажено 15 туи. Каждая туя стоит 200 тысяч, это не считая той работы и той души, которую люди вложили в это. Но очень прискорбно, когда наши жители не пользуются теми благами, которые предоставлены им, а наоборот делают такие, скажем, гадости. Первую ночь, слава богу, все прошло спокойно, но во вторую ночь, когда мы вернулись на рабочие места, мы увидели, что две туи уже отсутствуют. Очень обидно, конечно, и жильцы рядом стоящих домов тоже по этому поводу очень ратуют. И мы все-таки думали, что граждане нашего города, они отнесутся к этому по-другому. Организаторы вынуждены были установить систему видеонаблюдения для того, чтобы уберечь от рук вандалов оставшиеся насаждения. Однако пока материал готовился к эфиру, стало известно, что злоумышленники похитили еще несколько туи. Сейчас правоохранители изучают запись с камеры видеонаблюдения. БПС Бербанк планирует и в дальнейшем активно сотрудничать с Полесским университетом и профсоюзной организацией. И реализовывать на благо города совместные масштабные проекты.